Итак, продолжаем прохождение Assassin's Creed 4, дополнение Freedom Cry. Мне все-таки удалось победить те корабли, которые в прошлой части мне вызвали большую проблему. Причем самое обидное, что это получилось сделать с первого же раза. Единственное, что это я купил несколько обновлений для корабля. То есть там выстрелы, ядра свои там увеличил мощности и тому подобное. Буквально немного и это в принципе, я думаю, мне очень помогло. Вот теперь довольно шустрее происходят мои битвы с кораблями. И нам открылась возможность плыть дальше по сюжету. Что меня, в общем-то, несказанно радует. Вот эти вот штуки собирать желательно, поскольку апгрейд... Они очень нужны для апгрейда. Так, вот еще один на нас напасть желает. Сейчас мы ему покажем, где теперь у нас раки зимуют. Конечно, целиться желательно лучше. И целиться нужно в корпус, как я понял. Вот таким вот образом. И тогда все получается более-менее приятно. Абордажить не хочется. Буду их добивать. Абордаж это слишком... Долгая процедура. Да и в принципе... По-моему, ненамного... Ненамного выгоднее эта процедура. То есть я пока не понял, что дает мне абордаж, в отличие от... Просто добивания. Так, плывем дальше. Вот видите, я новое парасо купил. Купил... Торальный, как бы это сказать... Для тарана, в общем, штуковину. На нос мы поставили. Ну и вот, видите, уже... Гораздо шустрее происходит все это дело. Главное следить, чтобы к нам кто-нибудь сзади не пристроился. И тому подобное. Вот даже на вот этот корабль я готов... В принципе... Говоря на сленге, наехать. Я уже их не боюсь. Правда, конечно, патрончики нужно экономить. Потому что у меня... Я купил всего 20 мортирных ядер. И они, в принципе, могут закончиться в один прекрасный момент. И вот тогда... Дело будет не очень. Ну и ладно. Постреляли чуть-чуть. Там пусть он сам за нами теперь плывет. А мы сквозь шторм пробиваемся вот туда, в точку нашей дислокации. Если там сейчас будет какой-то узкий проход... Так, вот этого парня можно и тарануть. Что мы и сделали успешно. Волна, волна, волна. Опасная большая волна. Вообще в шторм, конечно, здесь... Возле рифов плавать очень опасно. Можно и нарваться. Поэтому будем осторожными. Надеюсь, шторм скоро закончится. Да, так и есть. Шторм очень быстро прошел. Корабли нас не особо преследуют. Поэтому можно и чуть ускориться. Полюбоваться пейзажами. Так вот, я говорил, что паруса еще я новые купил, как видите. Паруса свободы они называются. И вон там на носу у нас... Точно не помню, как это называется. В общем, там лев у меня. Львиная голова. Там немного было вариантов. Но лев мне показался самым симпатичным. Так, Порта Прэнс. Переместиться сюда? Да, переместиться, конечно. Почему нет? Если мы плыли сюда, то... Вот такой вот у нас паренек. Не понимаю до сих пор, почему не сделали возможность самому одевать и снимать этот капюшон. По желанию. О, я вспомнил третью часть тогда, когда... Радун Хагейду, наш главный герой, выбрил себе ирокез и снял капюшон. Как же я балдел в тот момент. Такой крутой был паренек. Ну, будем сейчас считать, что и... И этот паренек тоже крутой. Наверняка кому-то он нравится. Я не особо в восторге, но, в принципе, и неплохого ничего особо в нем не вижу. Нормальный такой... Чувачок. Так, встаньте инкогнито, чтобы взаимодействовать. Вот это еще я всегда не любил. Зачем инкогнито? Ну, вот в реальной жизни мне что, нужно... Быть... Неизвестным... Секретным каким-то пацаном, чтобы просто ключ воткнуть в дверь и открыть? В чем проблема? Ну да. Так, кстати, мне понравилось, как он сейчас... Под заборчиком красиво. Проскаль... Я был уверен, что умру. Люди достойны большего. Да-да-да. Так, двигаемся дальше. Вот там еще что-то. Кого-то освободить нужно. Так, кто тут у нас? Не-не-не, ребята. Здесь что-то еще вижу. На карте. Подозрительное нарисовано. Видимо, это вот этот паренек. Кстати, это то место, где я уже был. Вот эту штуку я взрывал. Тот сундук я брал. Ладно. Не будем туда ломиться. Нам вроде бы туда не нужно особо. Так, здесь снова кого-то надо спасать. По жизни кого-то надо спасать. Все, братаны, вы свободны. Ну, почти сейчас. Пять секунд. Ох, как я... Мачетой жестоко... Орудую. Это забавно, забавно. Ох, ты же стрелять еще умеешь. А прикинь, если я стрельну. Как тебе это понравится? Вот так. Блин, десант... Я в шоке! Ну что, я ничего такого не сделал. Брыкшмейк и меня завалили. Беспредел какой-то, ну. Что не так со мной? Так, что у вас тут? Где я? Почему я вообще здесь оказался? Где я оказался? Так, какие-то метки. Вот здесь еще кого-то нужно спасти. Так, подобрать. Вот в прошлый раз я... Чтобы посмотреть на безопасное место. Кто-нибудь видит? О, началось. Так, ну в этот раз вроде бы не сразу убили нашего раба. Еще есть шансы его донести. Посмотреть на безопасное место. Хорошо. Несем. Тужимся, стараемся. Так, кто-то нас там запилинговал. Но мы не останавливаемся. Продолжаем нести уверенно. И приносим. Не знаю, как вас благодарить. Все? Все довольны? Всем хорошо? Верь в себя. Да, точно. Верь в себя. Так, у вас тут сундучок. Я смотрю где-то. Неподалеку. Или это не у вас? Вот заныкали. Где-то на верхах, я так понял. Как туда забраться? Вот здесь должна быть возможность. Что, еще выше что ли? А, вот он. Наконец-то. 11 из 30. Кстати, не так много осталось. Почти половину уже нашли. Так, вот как раз мы и к нашей точке подобрались поближе. Давайте проверим, что у нас с оружием. Все заряжено вроде бы. Все нормально. Так, что здесь? Что здесь? А, так это нам в бордель просто опять надо войти. Всего-то. А я-то думал. Ну, давайте вот этого паренька еще устраним, чтобы он здесь не скучал. Ну, а теперь в бордель. Все в бордель, все в бордель. Так, открываем двери. Так, интересно, что вот это за значок? Можно пройти? Кошмарно, не дают пройти. Вот беспредельщики, алкоголики. Что это значит? Что это у вас тут? Использовать. А что это? Переместиться в убежище моронов. Нет, 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 нет. Перемещаться пока никуда не надо. Разве это может быть потом? Сейчас пока не надо взаимодействовать. Месье Адевалия. Мороны считают вас союзником. Агюстен ценит вашу помощь. Не знаю, сколько еще смогу им помогать. Но мороны отличные воины. Агюстен обеспечил меня всем, что понадобится, пока я не вернусь к своим братьям. Значит, вы должны мне посылку. Пусть пока будет у меня. Так надежней. Вы не держите свое слово. Я сказал, возможно. И это все. Вы меня презираете. Нет, напротив. Вы сохранили свободу среди врагов, ловко управляя своим незаменимым делом. Я вас очень уважаю. Но вы слишком умны, чтобы довериться вам так быстро. Да, вы на редкость умны и любезны. Раз вы не хотите дать то, что мне действительно нужно, надеюсь, докажете свое уважение другим способом. Я подумаю. Нужно очень осторожно и внимательно проследить за губернатором. Я должна знать, чем он занят. И почему так ревностно блюдет черный кодекс. От этого зависит жизнь рабов. Понимаю ваш интерес. Я помогу вам. Ради рабов. Быть может, вы не так безнадежны. Вам нельзя идти так. Новые шмотки? Это я люблю. Ну-ка, посмотри. А, ну, нет. Ты, ты, ты. Ты, ты. Это уничтожение. Хотите, чтобы меня схватили? Уничтожение? Вы так мало цените своих несчастных братьев? А вы цените хоть кого-то? Или мы все пешки? Ха-ха. Вы много хотите. Так нужно. Дело в том, что губернатор Дефайе устраивает прием. И представьте, я не приглашена. Для подобного торжества нужно доставить в особняк огромное количество припасов. Это ваш шанс. С ящиком на плечах вы затеряетесь в толпе рабов. А оказавшись внутри, проследите за губернатором. А надсмотрщики не заметят лишнего раба? Или вам безразлична моя судьба? Я не встречала надсмотрщика, который различал бы рабов. И все же, будьте начеку. Вы так же умны, как и сильны. Вы справитесь. Да, мэм. Вот они. Давайте к ним. Осторожнее. Это что такое? А ну, шагай! Напоминает Assassin's Creed Liberation. Ты кто? Я друг. Ты что вытворяешь? А что я вытворяю? Суть не надо. Верь. Там мы тоже ящики носили. Я тебя убью ты за тебя. Снова прием у свиньи. Ты что, доволен? Равней! Равней! Ты у меня получишь. Отлично! Ставьте ящики сюда, господа! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Сам удивляюсь, как у меня хватает на них терпения. Ну, так поинтереснее чуть-чуть. О, раз ноги! Чему жаловаться? Я запомню твои слова. Тихо ты! Смешайтесь с группой рабов. Друг, стражу часто меняю. Так же, как ночь сменяете. Спасибо. Если ты друг, покажи чужому. Так, что интересно будет дальше? Как будет развиваться? Мы интересного оружия найдем какое-нибудь? Внимание! Если стража ударит в колокола, произойдет десинхронизация. Так. У нас, естественно, никакого оружия нет. Пустота полнейшая. Дымовые бомбы. Зато у нас уже есть. Получается, мы уже кое-что можем использовать. Ладно. Каким способом будем пробираться? Так. Так что у него мы можем найти дротики снотворные. А вот это полезная штука. Ну... А что не стреляем? Упс. Что это были за крики? Так, я же выбрал дротики со снотворным. Один у меня есть. Почему я не могу выстрелить? А, у меня, наверное, нет этой штуковины. Поливалки, из которой можно... Интересно. Интересно. Так, а как же нам тогда пробраться? Может быть, попробуем зайти с этого фланга? На свист никто не откликается. Ты здесь поселишься? Я думал, у меня губернатора хоть будет интересно. Но ничего хорошего не слышно. Интересно. Разошлись парни, кстати. Вот эти спиной к нам стоят. Они нам не помеха. Поэтому мы, в принципе, можем... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну что же, в принципе... Вроде бы, пока все нормально. Этого парня мы заныкаем туда. На всякий случай. Вот это оружие можно взять. Всего лишь 10 монет у него. Так, ну что, может быть, попробуем подобраться к колоколу и уничтожить его на всякий пожарный. Хотя их все равно два. Вот мне не нравится, что я просто не могу, пригнувшись, ходить. Как-то странно вам, мне кажется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня спалили. Тихо. Может быть, он тупой? Нет. Он не тупой. К сожалению, провалилась наша операция. Ну вот, что он, блин, ходит, как столб? Неужели нельзя, пригнувшись все время? Только по кустам, может, пригнувшись. И опять все сначала. Ой, как я вот это не люблю, когда все сначала нужно делать. Это так вообще не круто. Так, что тут у нас? Эти парни долго расходятся. Приходится ждать, каждый раз слушать. Их диалоги. Это такая классика стелсовская, уже немного поднадоевшая, если честно. Можно, не знаю, несколько игр назвать в стелс, в которых вот так вот где-то прячешься, где-то стоят двое-трое, болтают. Только после того, как они доболтают, все эти патролевали, можно идти дальше. И это не круто уже, мне кажется. Уже пора что-то менять. Ну, нападай на него. Так, ну, я думаю, будем его чистить. Что-то нам в этот раз вообще ничего, кроме дымовых шашек, не подогнали. Так, хорошо, хоть здесь он сидит. Давайте тогда попробуем... С кем он разговаривает? А, их двое там. Да, уж он на карте и не скажешь. Так, ладно. Что дальше? А, черт, нас кто-то спалил. Кстати, не совсем, но уже поздно. Так, я надеюсь, этого никто не видел. Да, возьми ты его. Не тупи. Блин, скорее. А, ну, класс. Отлично. Просто шикарно. Блин. Все шло нормально. Я хотел этот труп взять и унести, чтобы тот его не увидел. И вместо трупа он хватает дурацкую шпагу. Пока я с этим всем муздрыкался, меня спалили и в колокол позвонили. Так что это... Ну, ладно. Ты-то до колокола уже точно не успеешь добежать. Поэтому можешь, в общем-то, даже не вякать. Так, парни, болтайте быстрее. Пожалуйста. Так, может быть, сразу попробовать... Вот этого парня снять. Который в колокол звонит. Не-а. Не сложилось. Я думаю, теперь мне хаба. Хотя пока никто не звонит. Это даже подозрительно. Ай. Да чё ты, ну я ж блокирую. Не вряд ли я выгребу против них. Ай, хватай, хватай. Да, прикрыться врагом тоже не удалось. Эх, 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 эх. Эх, эх, эх. Быстрее всего, конечно, моя спешка всему виной. Почему-то, не знаю, когда... Записываешься, всегда волнуешься о том, чтобы видео не были слишком долгие, чтобы не было скучно смотреть. А в итоге получается ещё хуже. И ещё дольше. Из-за того, что перепроходишь. По нескольку раз. Может быть вот так? Нет, не стреляй! Козёл! Наверняка сейчас на его выстрел все сбегутся. И всё по новой, ну... Нет, скоростной способ не срабатывает. Тогда, значит, делаем всё как положено. Иначе мы здесь зависнем надолго. Ну вот, вот этого можно по-быстрому. С ним он... У нас уже всё проверено. Давайте, давайте. Расход, расход, ребят. Ну вот, такой ещё есть вариант. Может быть, прокатит. Можно даже попробовать колокол. Ай, рискованно, рискованно, рискованно. Ну спрячься же ты, балбес. Сейчас они... О, их двое идёт, но это всё. Всё, в колокол побежали звонить. Вот, если бы тот второй не спалился, получилось бы даже красиво. Нам даже ачивку дали. Я так понимаю, за то, что перед колоколом... Перед самым колоколом мы его... Сняли. Вернее, а так всё хорошо стало получаться. Мог бы такой красивый... И быстрый прохождон... Прохождончик получится. Ой, извиняюсь. Что-то мне уже... Зевается. Видать, весёлая слишком игруха. Надеюсь, вам... Чуть веселее, чем мне. Расход, расход, ребята. Так, вот так включу, кстати. На всякий случай. Так, давай, 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 давай. Та ёлки зелёный, ну. Стража ударила в колокол. Я в шоке. Я в шоке. Мне нравится этой траектории. Можно было бы ждать, можно было бы, не знаю, там по-другому пойти. Но мне, в принципе, нравится эта траектория. Только хочется сработать все точки чётко. Вот как в предыдущий раз. Получилось же почти. Если бы не это палево. С колоколом. Со вторым. Было бы довольно красиво. А ещё вот так хочу засветить. Чтобы они у меня прям красные. А почему этот, кстати, жёлтый? Кто-нибудь знает? Может быть, потому что он с этим... с ружбайкой. Так, так. Этот не спалил. Ну и хорошо. Всё, в колокол бить не пойду. Но его в баню. Мне кажется, я и так... О, чёрт. Там паренёк всё-таки увидел. Вы забодали, блин! Забодали! Уродцы! Ну, я поспешил, конечно. Со вторым тем. Я поспешил однозначно. Надо было дать ему дойти до кустов. А ещё и в идеале спрятать в кусты потом. Так бы вообще было хорошо. Вот елопуха. Так, всё, болтаем быстро. Уродцы! С таким манером пусть есть потели что. Я думал, что мне те губернаторы хоть будем делать, но ничего хорошего не слышно. Ой, орёт-то как. Хватай его, хватай. Да не меч, опять ты дурацкую шпагу хватаешь. Всё, всё, тихо. Никто ничего не спалил. Это хорошо. Так, надо бы снять вот этого парня ходячего. Ходячего мертвеца. Хотя там ещё двое опасно. Носист, он вряд ли поведётся. Не. Не хочет. Как думаешь, о чём они говорят? Бог знает. Но, надеюсь, о чём-то интереснее. И этих нужно обязательно послушать, конечно же. Слишком у нас здесь затянулось. Так, иди обратно. Иди обратно. Так, и вот того второго надо снять обязательно. А то он нам в прошлом опять шпагу схватил. Это ж какой-то дурдом. Так, вот сюда в кустиках. Так, пока вроде бы тихо всё в остальном. Тот крендель нас теперь не должен увидеть. По идее. Ух ты, вот тут надо ещё засветить. А то тут опасно. Так, найдите губернатора в особняке. Тут бы сначала найти. Вот это я зря, мне кажется, сделал. Нет, не зря? Неужели никто не спалил? Ой, как здорово. Это хорошо. Даже сундук можно взять. Надеюсь, не спали. Оттуда я уже совсем обнаглел. Так, ладно. Я так полагаю, в особняк всё-таки через верх. Через верх. Экспедиция обойдётся дороже, чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной кивице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли все средства? Своим кошельком я распоряжаюсь сам. А средства, что я выделил месяц назад? Навигация затратное дело. Не то слово. Если измерять каждую сажень надушенным шёлком. Всё? Да, ёлки зелёные, давай ищи. Ничего хорошего не нашлось. О! Тихо. Не шуми. Что-то у нас парниша может спалить. Нет! Нет, 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 нет! Если нет подходящего испанского корабля, может, тогда французский? Вы с ума сошли? Наши страны и так на грани войны. Нельзя позволить, чтобы мы подозрались в контрабанде. Наши имена войдут в историю, если вы найдёте средства и корабль. Благодарю, но мне нужно содержать дорогую колонию. Вы столько рабов привозите, я думал, что у вас есть деньги. Даже дармовой труд не даётся даром. Рабы стоят дорого, а мрут, увы, быстрее, чем... Улучшение навигации пойдёт на пользу и вашим невольничьим судам. А это уже интересно. Кошмар. Вот это... Адреналин. Вернитесь к Бастиене. Интересно, а если я сейчас уже в нагляк пойду? У меня всё равно десинхронизация будет. Нет. Думаю, уже не будет. Некому просто будет бить в колокола. Но я его всё-таки на всякий случай испорчу. Так, что-то у тебя за оружие. Так, отсюда мы сможем выбраться. Кстати, не факт. Но должны. Нет, кстати. Не дадут нам через этот заборчик перебраться. Ну что же, придётся выходить через главный вход. Тогда всё-таки возьму оружие. И... За родину! Чар-чар! Кто там хотел на меня позариться? О, ещё прибежали друзьяки. Всё. Всем досталось. Все рады. Молодцы. Меч потерял. Маша-растеряша. Маша-ра. Итак, что вы узнали? Губернатор самоуверен. Даже при страже я мог бы убить его голыми руками. Он заслужил. Зачем он вам нужен? Держи друзей близко, а врагов ближе. С кем вы сейчас? Расскажите, что узнали. Чем он занят? Некий ученый Годен. Вытягивает из него деньги. Какая-то экспедиция, секреты навигации. Почему мне о нем не сказали? Неужели меня все предали? Зачем я подсылала капитану Порта лучших девочек? Мне разузнать больше. Меня, как моряка, интересует наука о навигации. Нет. Да. Не знаю. Как хотите. Оставьте меня в покое. Как хотите. Прямо свобода выбора. Как хотите. Ух ты. А я запертых в бараках не освободил. Ну ладно, бывает. Так. Угу. А продолжить можно снова отсюда. Ну давайте освободим парочку. Ах ты. Дайте мне уйти. Оставайте меня. Ах ты. Паркурщик тоже мне. Великий. Промазал. Что вы такие прытки. Ох. Ну не туда. Не туда. Сейчас он догонит и завалит. Вот я буду. Слушайте, кошмар. Я по всему городу за ними гоняться должен. Стоять. Жесть. Угомонитесь вы. И зачем я повелся на эту провокацию. Вы так добры. Вы так добры. Ох ты, кабан. Ну и что мне с тобой поделать прикажешь? Всё, это стоило бежать через весь город ради такой компашки неуменяемой. Всё, пацаны, вы свободны, почти. Дурацкое свечение, взять боеприпасы. Это только начало. Где-то я уже всё это видел, абсолютно та же. Так, вот здесь тогда убьём сначала их, чтобы они нам не мешали. А потом уже займёмся. Тем рабом. Всё. Подчистили территорию. Давай. Пошли. Хромоножка. Ой-ой-ой, тут лужа. Кто ещё ноги намочу. Спрячьте меня. Так, только не говорите, что не сюда. Нет, сюда. Всё нормально. Всё. Угу. Надеюсь, мне это зачтётся. Моя рутинная однообразная работка. О, вот это круто. Для этого ружьишка, пожалуй, надо. Все рабы... Ой-ой-ой. Точно. Это ж тут рабы. Я и рабов завалил. Вот, блин. Ну, простите, ребята. Ступил. Согласен. В этом смысле я, конечно, не подумал. Блин, да здесь всё возобновляется каждый раз по-новому. Вот это вообще фигня. Зачем? Зачем это нужно? Кто-нибудь объясните мне, зачем это нужно? Всё, это последний раз, когда я занимаюсь этой ерундой. Ну, что уже опять? Отвалите. Отвалите. Ключ. Лампы катаются по всему городу. Нашествие ламп. Всё, пацаны, вы свободны. Да-да-да. Бла-бла-бла. Слышали, мы уже всё это возьмём. Кто это у нас тут? Так, откуда он там стреляет? С самых верхов. Ну. А-а-а. Вот это ещё. Слушайте, по-моему... Ой, класс. Вот это вот моментик. А ну-ка. Не очень красиво, но... Всё равно забавно. Сквозь заборчик проскакивать. Так, всё, всё, всё. Ерунда, ерунда. Не занимаюсь больше ерундой. Занимаюсь только полезными делами. Ну. А полезные дела у нас... Вот в том домике. У слады. Хе-хе. Всё. В этот домик мы пойдём уже в следующей серии. Всем пока, до следующей серии. Всем пока, до следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok